Когда люди старшего поколения сходятся за накрытым столом, одной из тем поднимаемых во время разговора по душам часто становится вопрос, где лучше жилось, в СССР или в современной России. Вопрос, сразу скажем, неоднозначный. Но давайте попробуем хотя бы примерно подсчитать, сколько получал советский рабочий на современные деньги. Понятно, что в 60-е, 70-е или 80-е зарплаты менялись. Значит, и наш подсчет при всех потугах на точность будет приблизительным. Для примера мы возьмем середину 1980-х, когда средняя зарплата составляла около 130 рублей, а курс доллара тогда был 63 копейки. Не стоит забывать, что и американская валюта за прошедшие годы ощутимо обесценилась. Поэтому 206 долларов образца 1985 года сегодня превратились в 575 долларов, что составляет 45,5 тысяч по нынешнему курсу. По статистике это почти на 10 тысяч меньше средней зарплаты в России за первый квартал 2023 года. Но с учетом огромного разброса зарплат у нас в стране, которого не было в СССР, куда справедливее сравнивать среднюю зарплату советского рабочего с современной медианной. На начало года она составляла 43 тысячи рублей. Так что имеем примерное равенство. Вот только этим равенством не учитывается то, что цены на продукты тоже изменились. Так что для чистоты расчетов попробуем и другую методику. Один из базовых продуктов и тогда, и сейчас это хлеб. В СССР он стоил 20 копеек, и это была полновесная 800-граммовая буханка. Современный хлеб в полтора-два раза легче. Но если пересчитать и вес, то получится, что советский хлеб должен стоить около 60 рублей. Получается, что на свою зарплату рабочий из СССР 1985 года мог приобрести 650 буханок хлеба. Чтобы купить то же количество российскому рабочему понадобится 39 тысяч рублей. Получается, в хлебе современная медианная зарплата немногим выше. Но не хлебом единым, как говорится. Не следует упускать из вида, что структура расходов у советского человека была иной. Например, на оплату коммунальных услуг он тратил 8-10 рублей. То есть не более 8% от доходов. А сегодня коммуналка даже в регионах составляет 8-10 тысяч рублей. Порядка 20-25%. Отнять же расходы на медицину, которая в СССР не только называлась, но и была бесплатной. Да и кредитов у советских граждан не было. Так что в случае расчета через товары и услуги, зарплата в Союзе, точнее та ее часть, что оставалась после расходов на жилье и медицину, была все же больше. Немаловажная роль в СССР отводилась к культурному воспитанию граждан. Например, взрослый билет в кино на вечерний сеанс стоил 50 копеек. Так на свои 130 рублей советский человек мог ходить в кино каждый вечер 8 месяцев и 3 недели подряд. Сегодняшними ценами в 300 рублей за билет медианой зарплаты хватит на 4 месяца меньше. Примерно такая же ситуация и с другими массовыми мероприятиями, спортивными событиями, концертами. Да и билеты на аттракционы были не в пример дешевле. Конечно, не все так однозначно. И наш подсчет весьма грубый и приблизительный. Но, говоря о Советском Союзе, вспоминается парадоксальное высказывание наших родителей. В СССР был дефицит, но достать можно все. Зарплаты были небольшие, но денег на все хватало. Как-то так. А вы что думаете по этому поводу? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!